В ночь с 8 на 9 июня обстрелу подвергся Донецк, в результате чего в городе зафиксированы повреждения 44 зданий, 13 из них в Киевском и Куйбышевском районах. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН. Также по информации оккупационной администрации в Киевском районе Донецка были повреждены здания двух предприятий – завод по производству полиэтилена, где зафиксировано несколько попаданий по территории, повреждена кровля одного из цехов и здание строительной организации, находящейся по улице Новороссийская, 9. Здесь в результате прямого попадания в одном из цехов пробита крыша и повреждены стены. В результате обстрела Донецка известно об одном погибшем и 15 раненых граждан. 8 июня переселенцы, которые живут в Славянске, пришли со своими проблемами в здание муниципалитета. Всех волнует вопрос социальных выплат. «Я пособия вообще здесь не получаю, потому что у нас был такой премьер-министр Яценюк, который сказал, я считаю, будет справедливым, что работоспособное население получать ничего не будет. Хотя я потерял на своей родине две квартиры, я потерял бизнес. Я забрал сюда с собой детей, семью, но я ничего не могу получать. Я здесь не могу найти никакую работу, потому что здесь своим местным жителям тяжело найти какую-либо работу». «Сколько мы ходили, добивались по поводу этих миграционных штампов. Я уже была здесь зарегистрирована. У меня стоял штамп на старой доведке, которую изъяли в суд защиты и взамен мне дали новую, на которую штамп мне никто не поставил. Ни в миграционной службе, ни в исполковье. Потому что закон 13 января 2016 года гласил так. Передали на местные органы по поводу штампов и вообще, собственно говоря, их отменили. И почему нам не платят? По кругу бегаем». Во время общения с городским головой просто по телефону из Киева люди узнали новость с заседания кабинета министров о штампах. «Публикуют решение в «Голосе» газета «Голос Украины» и передают полномочия на местные органы власти. Так? Вы все слышите?» «В таком онлайн-режиме мы получили информацию о том, что положительное решение принято, что на органы местного самоуправления перекладывается эта функция, так называемый штампик ставить. То есть, ну, в принципе, узаконена процедура постановки штампа и регистрации этих перемещенных лиц. Теперь дождемся еще разъяснений юридически, как это все сделать технически. Ну, вы видели, что да, сложности будут, потому что начиная со второго месяца этого года, то есть уже фактически четыре месяца вот эта процедура такая в накаленном ситуации длится. Скопилось много людей, которым необходимо поставить штамп в регистрации. Поэтому большая нагрузка на нас ляжет. Мы сейчас тоже будем готовиться к этому процессу». Больше подробностей об изменениях в жизни переселенцев чиновники обещают сообщить в ближайшие дни. Донецк вот уже два года остается зоной нестабильности. Люди в оккупированном городе живут одним днем и боятся строить планы. Корреспондент общественного телевидения Донбасса узнал у местных жителей о том, каким они видят свое будущее. Серьезно, я говорю, ну никакого не вижу будущего пока здесь еще. Ни больше, ни меньше. Верю, как в республику нашу, думаю, что все будет хорошо. Хотелось бы, конечно, чтобы все побыстрее, это нормализовалось, чтобы было все хорошо, чтобы работы были, пенсии, как выплачивали, все предприятие, все работало. Все равно, чтобы стабильность была. Ну, будем надеяться в лучшее, в нашу республику, в наше правительство, в государство наше. Будем стараться, будем как хотеть, чтобы войны не было. Ну, а там, когда даст Бог, все будет. Думаю, что хорошо, в принципе. Со временем у нас тут обстановка наладится, я думаю. И все вернется в свое русло. Может, заживем еще лучше, чем будем. Будущее я вижу социалистическим. Счастливой стране. Боже. С хорошей работой, давайте так все. Ой. С счастливым, ярким. Чтобы не было никаких разочарований. Все нормально. Хороших детей, слава Богу, много. Все замечательно. Надо больше работать и иметь планы. И целенаправленно работать над этим. Все получится. Все от нас зависит. ВОЗИТЕСЯ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...